привет друзья только что у меня закончился второй урок в группе путь к себе и я вдохновленная тема которая рассказывала девочка и вдохновленная своими консультациями которые у меня проходят и в рамках группы но и консультирование как является неотъемлемой частью моей работы я сегодня хочу рассказать вам о том что я вижу как происходит в жизни женщин которые пережили расставание со своими мужчинами собственно сама причина расставания меня не интересует мне интересно сегодня рассмотреть с вами что происходит с женщиной после развода после расставания я вижу три разных моделей поведения первое наиболее распространенное когда женщина после развода ну понятно погоревала пострадала но потом говоришь тоже жизнь продолжается и работает воспитывать детей возможно у нее сохранились какие-то отношения с мужчинами но она продолжает свою жизнь и меня радует что такое качество женщин большинство второй вариант женщин которые прожили развод это те женщины которые спустя уже два года три года пять лет они пытаются найти ответ на вопрос почему он так поступил со мной ответа на этот вопрос нет но женщина залипла в негативных эмоциях она вспоминает свою прошлую жизнь и видит это все исключительно только в негативном свете она вспоминает брак она видит какие-то события в жизни исключительно со знаком минус и когда она вспоминает о мужчине бывшем своем мужа или партнере он не вызывает никаких позитивных эмоций и желает она ему всего самого плохого чего только можно пожелать тем самым отнимая у себя энергию на создание новых отношений на радостное проживание своей собственной жизни третий вариант который попадают женщины опять же независимо от того сколько лет прошло с момента развода или расставания когда женщина мысленно по-прежнему принадлежит этому мужчине она по-прежнему себя с ним связывать даже если у мужчины появилась новая семья у него в этой семье может быть могут быть дети он даже счастлив в этой семье как живет женщина она говорит себе она все время помнит как ей было хорошо с ним и она все время живет в представлениях о том что этот мужчина в один прекрасный день позвонит ей в дверь она откроет дверь она там себе картины рисует она откроет дверь он войдет в дом с букетом цветов встанет перед ней на колени скажет я все понял я все осознал только ты моя самая распрекрасная моя самая удивительная женщина я тебя прошу возьми меня к себе назад или будь опять со мной и вот женщина она может часами проводить вот мысленно проводить время вот в этой ситуации ей так нравится потому что она в этот момент чувствует себя нужной важной красивой и она тратит свою созидательную жизненную энергию не на построение своей жизни настоящей она тратит свою энергию на то чего никогда не произойдет ну конечно варианты 100 может быть что мужчина к вам вернется другой вопрос вы даже вы примете на вопрос нужно ли он вам поэтому сейчас обращать к тем женщинам которые вдруг обнаружили себя что они либо находятся во втором либо в третьем варианте девочки дорогие мои подруги не залипайте на мужчин не давайте энергию даже не на не столько на мужчин сколько на свои мысли которые у вас и возникают в голове по поводу конкретных мужчин это ваша прошлая жизнь вот она здесь вот здесь оставьте ее там не можете справиться сами идите к специалисту который вам поможет проработать и закрыть эту тему живите настоящим с радостью смотрите в будущее но никак не тяните умершую лошадь из прошлого на ней и вы к счастливому финишу ну никак не придете надеюсь вы меня услышали новее на консультациями до встречи была рада была вам рада пока пока